С началом Великого Поста Действительно, у нас меняются не только времена года или в течение суток изменяется течение времени, то есть утро, вечер, обед или что-то еще, но меняется и духовная составляющая нашей жизни, в том числе и постовые или непостовые жительства. Конечно же, для неверующих это не особо заметно в плане материальном, потому что они не постятся и, естественно, ничем себя не ограничивают, но духовно все равно это действует на всех без исключения живущих на планете Земля. Потому как духовный ритм жизни, который задается самим Господом, он обязательно будет влиять так или иначе на судьбы всего человечества без исключения. Ну и, естественно, те, кто с Богом для тех, это время постовой жизни, оно приносит пользу, те, кто без Бога живут, это время поста, естественно, становится временем искушений, каких-то проблем и еще прочего. То, через что они так же, так или иначе себя ограничивают? Потому как, что такое пост? Это ограничения, да, это не только телесные, но и духовные ограничения, накладываемые человеком на себя, потому что он верующий. Но если человек неверующий, он не накладывает на себя ограничения, тогда Господь на него накладывает ограничения уже из-под воль, то есть не зависящие от него. То есть это, естественно, трудности, сложности, болезни и прочие перипетии нашей жизни, которые так или иначе тоже ограничивают человека в его желаниях, в его потребностях и в его привычках. Поэтому никуда не деться, хотим мы не хотим, веруем мы не веруем, но постовой период нашей жизни, он обязательно будет отражаться на жизни всякого человека. Почему так Господь устроил, да, чтобы вот это время такой скорбей, да, наверное, можно так сказать, чтобы мы приобщились к страданиям Господа, да, чтобы, наверное, остановились, да, на своем пути немножечко и вспомнили о Боге? Ну, знаете, есть такая поговорка «Гром не грянет, мужик не прикрестится». И вот из этой простой ясной поговорки очень глубокие выводы можно сделать. И можно цитировать многих святых, которые говорили, что жизнь приближается к Богу во время страданий, во время тягот каких-то и трудностей. И наоборот, жизнь человеческая отдаляется от Бога, если у человека все хорошо, все благоприятствует, развлечения, увлечения, какие-то там другие жизненные такие самоохотения исполняются у человека, он про Бога забывает этот промежуток времени и отдаляется от него. Конечно же, это Богу не угодно, и поэтому Господь так или иначе терпит, конечно же, нашу ленность духовную и нежелание церковляться или духовно возрастать, но в какие-то периоды времени Он все равно нам посылает тяготы, трудности, через которые мы начинаем приближаться к Богу. За счет чего? За счет того, что внешние скорби и трудности, они как бы заталкивают нас внутрь себя, то есть мы внутри себя начинаем прятаться от внешних скорбей. И внутри себя начинаем задавать вопрос, а почему, а из-за чего, а как сделать, чтобы избежать этого. То есть кнут, он подстегивает человека, то есть быстрее прийти к Богу, чем пряник. Пряником люди практически не приходят к Богу, только единицы сами ищут Господа и приходят к Нему по своему желанию. Да, с точки зрения земной жизни, когда хорошо здесь все, нам хорошо. Но Господь думает о спасении наших душ, а для Него наша земная жизнь – это капля в море в сравнении с вечностью. Ну, действительно, мы здесь живем, ну, кто там, 70-80 лет, как сарь Давид пишет, а потом смерть. И, конечно же, мы думаем, что вот так, вот как мы сейчас живем, это тот идеал, когда нам все нравится, все хорошо, все у нас получается. Мы думаем, что это и есть та жизнь, к которой мы призваны, та жизнь, для которой мы сотворены Господом. На самом деле это совсем не так, и все, что с нами здесь происходит, это всего лишь училище благочестия, училище познания Бога и школа укрепления в вере. То есть мы здесь лишь в таком классе, который обставлен различными ситуациями, различными темами уроков, которые мы и в семье, и на работе, и в других каких-то своих обстоятельствах житейских проходим эти уроки. И получаем оценки за них, за счет которых потом будет решена наша участь уже в вечности, и в этой вечности мы будем уже пребывать в том месте, которое мы здесь достигаем или не достигаем, к сожалению. И поэтому надо каждому из нас задуматься, насколько правильно он живет, насколько он имеет правильную цель жизни. И если это не состыкуется с волей Божией, его цель жизни человеческой, то надо ее менять, иначе будет проблема. А цель жизни как раз и не с Богом. Цель жизни есть духовное возрастание для воссоединения с Богом, некогда потерянного этого воссоединения, потому что Адам и Ева некогда общались с Богом без каких-либо преград и препятствий. А сейчас мы, их прапраправнуки, мы отделены от Бога и плотью, и страстями, и греховными какими-то привычками, и самим миром, который называется в Библии, то есть наша планета Земля, в Библии называется юдалью плачевной. Вот как раз, да, с изгнания, с воспоминания изгнания из рая, как раз, наверное, начинается Великий пост, да, то есть воскресенье, это было вот вспоминание Адама в изгнании, прощенное воскресенье. Да, прошедшее воскресенье, прощенное, подготавливающее уже к переходу в пост, давало нам такое предложение вспомнить о Адаме и Еве, о том, как они жили в раю безбедной, как они путем своего единственного греха, то есть единственный заповедь они соблюли, и как они через это попали, вот это юдаль плачевная, где они потом плакали в течение многих столетий, то есть около тысячи лет жили Адам и Ева, и, конечно же, эти скорби, страдания, они происходили не только от неудобств жизни в этом мире, то есть это холод, это жара, это какие-то там насекомые там или какие-то звери или еще что-то, то есть этот мир взбунтовался против Адама и Евы, если в раю все подчинялись им, потому что их Господь поставил управляющими рай, то как только они согрешили и не спали со своего пьедестала, богом даденного, вся природа взбунтовалась против них, и, конечно же, они страдали очень много и в поте лица свои добывали пропитание свое в течение всей своей жизни, но, кроме этого, еще и от детей они страдали, потому что, помним, Каин, Авель, один их сын убил другого их сына, это, конечно же, страдания страшнейшие для родителей, и это все потом пошло уже развиваться, потому что у детей родились дети, то есть внуки, правнуки, и это все пошло разделение человечества на две половинки, на верующие, на неверующие, Сифа и Каина, так сказать, на две части разделились. Они и правнуков, и прапраправнуков застали. Они всех видели, да, и правнуков, и прапраправнуков, и всем говорили о рае, но представляете, насколько человек немощное естество имеет, что если он родился уже в этом мире, то даже если им бабушка и дедушка рассказывают, что они некогда жили в раю, они просто в это не верили. И жили здесь, вот по тем законам, которые здесь, вот этой юдали плачевной, то есть этой тюрьмы фактически, да, для нашего перевоспитания, они по этим законам жили и не слушались своих собственных дедушку и бабушку, Адама и Еву. Вечером, в воскресенье, такой необычный обряд, да, чин прощения. Чин прощения, конечно же, он накладывает особую такую торжественность и атмосферу особую духовную привносит в вечернее богослужение, потому что, во-первых, он очень древний, он идет еще с палестинских монахов, которые нам передали это по наследству, чин или такую привычку вхождения в пост через прощение друг у друга. Так как они в течение всего поста жили не в монастыре Иудейской пустыни, который сейчас в Палестине находится, там был монастырь некогда, и его описывает Сафроний, патриарх Иерусалимский, в житии преподобной Марии Египетской. Вот там мы видим этот как раз чин изначальный, когда монахи утром в воскресенье перед постом, они причащались на литургии, а вечером также собирались в храме, друг к другу клали поклоны земные, просили прощения, обнимались и расходились все в пустыню в одиночестве. Кто-то больше брал с собой продуктов, кто-то меньше по силам. И все время сорокодневного поста они пребывали в пустыне до Пасхи. И чин прощения был связан с тем, что они не знали своей судьбы на эти 40 дней, что было очень опасно тогда жить в пустыне, в одиночестве. А к нам он уже чуть-чуть перестроенный пришел, мы просим прощения друг у друга, потому что мы вступаем в дни поста и должны туда войти с отсутствием внутренних памятований злобных. То есть мы должны забыть все прегрешения против нас, совершенные обиды какие-то или нестроения между нами. И через просьбу о прощении мы это все из своей души извлекаем и освобождаем душу от таких камней, которые нам будут мешать в течение всего поста молиться. Ну вообще люди православные любят эту службу. То есть сначала там священники, получается, сначала они в желтых облачениях таких будничных, потом постепенно уже переодеваются, уже и такая атмосфера в храме становится другая. Ну действительно мы в церкви эту традицию поддерживаем, потому что не только внутренне, как сказать, духовно такое ощущение, но и внешне, и глазами мы видим изменения. То есть начало службы вечерней в облачениях обычных, желтых, которые в течение всего года используются, а уже к концу службы переоблачаются в черные облачения, которые более подобают посту, которые более сдержаны, уже нет той красоты, которая в течение всего остального времени присутствует в богослужении. И сама служба такая уже, постовая служба, то есть уже нету такого количества песнопений, нету таких различных красивых тропарей или еще каких-то молитвенных разглашений, даже и Евангелие не читается на буднях, если нет праздника. То есть мы видим, что само богослужение изменяется, и это только во время Великого Поста. И через это чтение Псалтирия, через чтение молитв покаянных, через чтение канонов покаянных Андрея Критского мы внутренне перенастраиваемся на другой лад. То есть мы начинаем по-другому думать, чувствовать, видеть и планировать, естественно, будущее в своей жизни. Потому как внутренние изменения, что такое покаяние? Покаяние в переводе с греческого – это есть изменение внутреннего образа мыслей. То есть к этому призвана вся обстановка в храме, и молитвословие, и облачение, и какие-то чины, и каноны. Это все способствует нашему изменению в сторону покаяния. В конце службы такая традиция, все просят другое прощение. В конце службы, да, настоятель храма или монастыря выходит на солью, говорит поучительные слова о начале поста, о том, чем надо, собственно, заняться в ближайшие 40 дней и подготовиться к встрече праздника Пасхи. И сам просит прощения у людей, всех присутствующих в храме, кладет земной поклон перед всеми. А люди возвращают эту просьбу, чтобы их простить, и они прощают настоятели, настоятели их прощают. То есть общее такое вот всепрощение, которое способствует примирению, и наша совесть перестает нас обличать, потому что мы у всех попросили прощения. Это очень действенное средство, так как совесть очень часто грызет человека, если он против кого-то согрешил и не попросил прощения. И это невозможно успокоить душу, если совесть внутри нечиста. Этот обряд как раз способствует тому, чтобы совесть эти раны у нее залечить. Вот этот вот чин, такое происходит в течение вечерней службы, и на следующий день уже начинается пост. – А почему люди, например, просят прощения, даже у людей, может, редко общаются, что, наверное, точно не обидели их ничем? – Ну, некоторые вообще впервые видят, ну, допустим, они в другой храм ходили, тут пришли в этот храм, но тот же чин прощения так же прошли. Дело в том, что мы все взаимосвязаны не только материально, то есть не только родственными связями, или знакомством, или по работе, или там какими-то моментами общегосударственными, например, да. То есть мы вот в нашей стране все равно принадлежим одному такому российскому народу, который хоть и многонациональный, но он все равно объединен общими государственными границами. Но есть и другие связи, которые не, как говорят, не от мира сего, а не духовные связи, то есть эти связи, например, можно показать на том, как произошло изменение всего мира из-за грехопадения Адама и Евы. Так как весь мир был идеален, Господь его идеальным сотворил, и вручил его Адаму и Ею в управление, как только Адам и Ева согрешили, и весь мир так же изменился и стал греховным. То есть эта связь, ее невозможно никаким прибором ощутить, она в духовной сфере находится. И, соответственно, если перенести это на взаимоотношения людей, то даже если я не знаю людей, которые меня окружают, но я согрешаю, я и им тоже приношу вред своими грехами. Как и они, согрешая, приносят вред мне. Можно из Ветхого Заята привести такой образ, когда Моисей вывел народ израильский из Египта, он шел в Палестину, землю обетованную, вел туда народ израильский, и туда идти, в общем-то, неделю было, может быть, две. А они почему-то ходили 40 лет. И если вспоминать причины этого, это именно грех неверия. То есть народ израильский разделился на две части. Часть была верующей, как Моисей пророк, и они готовы были войти в Палестину, а часть не поверила ему и стала сопротивляться. Так вот, это вот грех непослушания Богу, ведь Господь их направил, землю обетой Иоанны, и Он им обещал эту землю передать. Но они не захотели послушаться Богу, и даже некоторые кричали «Верни нас в Египет, мы там хотим есть мясо». А ты нас кормишь здесь манной какой-то, а нам мяса хочется. То есть вот это прямо в Библии очень яркий такой образ есть. И посмотрите, Моисей, будучи праведным, не согрешающим ни в чем, он все равно со своим народом израильским ходил также 40 лет в пустыне и был таким образом тоже наказан фактически Господом, как Господь наказал весь народ израильский, так и его, и его верующих соратников тоже, они тоже страдали в пустыне. Вот это факт, и сегодня он также действует. То есть мы сегодня можем это перенести на наши будни, то есть если согрешает кто-то из наших близких, то и нам от этого становится хуже. Наоборот, если кто-то праведной жизнью живет, то и нам становится легче. Есть такая поговорка, что «не стоит город без святого и село без праведника». Это наша русская поговорка, которая также выражает эту же мысль очень просто и ясно. То есть один святой может целый город вымолить. Но посмотрите, что происходило с Содомом и Гоморрой, когда там находился праведный лот со своим же семейством. И Господь не мог уничтожить этот город, пока не вышел оттуда лот. Лот вышел, и все население сгорело вместе с этими пятью городами, Содомом и Гоморрой. То есть мы видим, что один святой жизни человек вымаливает жизнь целых городов. Так же и здесь, если мы будем молиться, если мы будем праведно жить, то и мы улучшаем жизнь своих близких, родственников, своих знакомых и незнакомых, соотечественников, да и всего рода человеческого. Мы помним, что, если брать глобально, что конец света наступит тогда, когда перестанут спасаться люди, перестанут подниматься в Царство Небесное из рода человеческого души. То есть мир перестанет приносить те плоды, которые Господь им заповедовал, чтобы люди спасались. А если люди перестанут спасаться в этом мире, то этот мир не нужен более Богу, и будет конец света. То есть мы, человечество, не приносящее плодов богоугодных, мы закончим свое существование. Здесь в этом тоже есть тот же самый смысл. Первые четыре дня Великого Поста читается покаянный канон Андрея Критского. Да, действительно, это был святой жизни преподобный, святитель Андрей Критский. Он жил в Фессалониках, родился в Константинополе и был очень такой внутренней жизнью. То есть он очень глубоко осознал свою греховность и очень ярко ее выразил в своем творении, в каноне, в котором он сравнивает себя с ветхозаветными людьми, показывает, в том числе, Адамово падение, Давида, царя Ной, потоп и прочие события, ветхозаветные и новозаветные события. И через это он нас как бы делает сопричастниками своих размышлений на эту тему. То есть мы вместе с ним, читая этот канон, мы также следуем за его мыслью, также размышляем, и, значит, и нам эти мысли прививаются. И мы становимся также более осознанно внутренне делающими свои покаянные делания, потому что мы тоже начинаем видеть свои грехи. И это, конечно же, удивительное творение. Без него Великий пост просто невозможен. Читается теперь еще молитва преподобного Ефрема Сирина. Это теперь на каждой службе много раз повторяется эта молитва, на каждом часе, на каждой, там, на утренней, на вечерней службе, на повечерей. Это многократно повторяется, причем с поклонами, с 16 поклонами. То есть там 4 из них земных и 12 поясных поклонов. Поэтому для некоторых физически это так сложновато первые дни, но потом, как бы уже натренировавшись, уже входит в привычку и не затрудняет человека молящегося. И дома ее читает, и на всех правилах читается эта молитва. Поэтому, конечно же, ее смысл тот же, что и у Андрея Критского. Также дух смирения, дух терпения – это вот то, что просят в этой молитве. И от жени, от нас праздности. Да, и то, чтобы Господь не дал нам ни праздности, ни уныния, ни любоначалия и прочих-прочих греховных страстей, там тоже все это перечисляется. А мы просим, Господь нам дает, нас смиряет скорбями. Господь попускает нам то или иное согрешение, потому что мы сами к Нему часто очень сильно стремимся. Ну и Господь, как вот Иуде, Он же дал возможность предать. То есть без разрешения Божьего Иуда не смог бы пойти и предать Господа. Ведь он сидел на тайной вечере, и после чего он пошел на предательство? После того, как Господь ему сказал, иди делай, на что, так сказать, устроился. То есть он в мыслях уже давным-давно это все прокручивал, как он будет предавать, как он денежки за это получит. Но он не решался на это, пока Господь ему не разрешил. То есть волю человеческую Господь не пресекает, так как воля человеческая, она свободна. По самому акту творения человека у нас, у каждого человека есть свобода выбора, свобода воли. И вот что с Иудой, что с другими грешниками? Господь какое-то время задерживает, какое-то время вразумляет, как Иуде, Он говорил, что один из вас меня предаст, один из вас сатана. Лучше тому человеку не родиться, который предаст сына человеческого. То есть он предупреждает, но потом все-таки, видя, что настойчивый человек все равно идет к своему греху, он ему разрешает этот грех совершить. Какие еще ожидаются события? Каждая неделя она приурочена к празднованию или к памяти какого-то события, который также в правильном русле поддерживает и выстраивает наш образ мыслей и внутреннее духовное устроение. Ну, первая неделя – это канон Андрея Крискова с понедельника по четверг. Потом воспоминания Федора Тирана, великомученика, когда Колева готовится. И это воспоминание тоже удивляет чудом, когда при императоре Римской империи Юлиане Отступники он задумал осквернить жителей города Антиохии и приказал тайно перед продажей на всех рынках этого города окропить все продукты, продаваемые кровью жертвенных животных, язычески принесенных жертву, то есть идолам. Таким образом, оскверняя пищу, он хотел осквернить и всех живущих, верующих православных. Он боролся с православием, но незадолго до этого великомученик Федора явился патриарху антиохийскому и рассказал о этой задумке Юлиана и сказал, что вот эту неделю пускай кушают Колева, то есть рис с медом, ну, такую кашу варят и ничего нигде не покупают и не кушают. Таким образом, был посрамлен... Причем указал склады, да, где находится этот риск. Да, где это можно взять, где они не оскверненные будут. И таким образом был посрамлен Леонид Ступник, хотя он и в дальнейшем продолжал свою борьбу, в конце концов так и погиб. Господь его все-таки убрал от управления империей, потому что он очень много зла творил. Ну и у нас в воскресенье, да, в грядущее торжество православия. В воскресной службы, да, посвящена торжеству православия. То есть, то событие, которое происходило в 843 году от Рождества Христова, когда царица Феодора собрала в Константинополе собор, и тогда постановили праздновать каждое первое воскресенье поста торжество победы православия над ересями, которые обуревали буквально церковь первые века ее существования. То есть, мы помним, что 7 Вселенских соборов, каждый из них проходил по особому случаю для разбора той или иной ереси, для борьбы с ней отрицания, будь то там или арианской ереси, или монофизиты, монофилиты и прочие ереси, которые каждая из них сотрясала церковь православную и очень многих людей уводила в такую еретическую форму верования. Но, тем не менее, это все было побеждено, и вот 7 Вселенский собор 787 года, который последнюю ересь иконоборчества, он ее раскрыл сущность и подверг анафеме, это была, так сказать, точка во всех этих еретических нападках, хотя до сих пор это все так или иначе всплывает в человеческом роде, и до сих пор можно, например, услышать от протестантов, что зачем вот иконы, якобы это не богоугодное делание. Но это уже разобрано было в 787 году от Рождества Христова. То есть мы видели все это уже на житиях святых, на мучениках, на льве и саврянине, императоре льве и саврянине, который, собственно, эту ересь и продвигал. И вот победа над всеми этими ересями, она празднуется в это воскресенье, и читается специальные там такие возглашения. Молевен, который специально был составлен, и в нем возглашение, что анафема, этому анафема, этому анафема. То есть все это пересказывается и озвучивается. Конечно, это очень торжественно. И что самое интересное, это историческое такое событие. То есть мы видим в этом такой памятник истории. Ну, памятники, они бывают в камне, бывают там в литературе, а бывают вот в таких традиционных богослужениях. Это тоже памятник. Не только богослужения, не только элементы, так сказать, церковного среды, но и как памятник истории. Это тоже очень удивительно. Можно к нему приобщиться. Поэтому всех приглашаю. Да, можно праздник даже назвать торжеством святых. Да, победы, церкви, воинствующие, значит, святых, которые через мученичество пройдя, через смерть, через исповеднические подвиги, они победили эти ереси. Второе воскресенье будет на следующей уже неделе, да, посвящено святению Григорию Паломе. Да, он тоже был подвижник благочестия. И в 20 лет ушел на Афон, стал подвизаться монашеским подвигом. И он открыл для человечества такое понятие, как эсихазм, то есть как внутреннее изменение человеческой жизни, человеческой природы. Ну, если так сравнить, мы, если физически видим какие-то слабости, немощи свои, мы можем спортом эти немощи устранять. И спортсмен скажет, ну, легко, можно подкачать пресс там, или какие-то другие мышцы накачать, и фигура изменится, и тонус будет другой, и более здоровый образ жизни у человека появится, если заниматься определенным видом тренировок для тела. Так вот, Григорий Палома, он сделал такой же подход к душе. То есть определенное действие внутри души человеческой приводит к изменению ее естества, к ее духовному оздоровлению, и, что удивительно, к перевоплощению. То есть душа становится неудобной к греху, то есть ей неудобно грешить. Если мы, рожденные во грехе, с детства к греху подвержены, и страсти у нас, они, собственно, от родителей переданы по наследству, и они, если мы их не сдерживаем, то они обязательно раскрываются, и начинает человек деградировать в этих страстях, если он не борется с ними, то здесь как раз достигается такое устроение души человеческой с помощью вот этих трудов, которые описаны, и, собственно, открыты впервые Григорием Паломой, что они показывают дорогу к освящению души фаворским Божьим светом, нерукотворенным и нетварным, то есть свет, который изливается от Бога, и когда он в душу человеческую попадает, то душа настолько становится светлой, что у нее исчезают все желания и похотения греховные. И сатана тоже от нее, от такой души убегает, потому что она светится изнутри. И путь к этому лежит через покаяние, через видение своих грехов, через молитвы к Богу, через труды, покаянные труды во славу Божию. И это все как раз Григорий Паломо все и описал в своих трудах. Для нас это технология для изменения своей души в лучшую сторону, которой надо пользоваться. А что же это за мышцы души? Это как раз смирение, да? Ну, так как есть анатомия тела, так и есть анатомия души. У души есть много качеств, которые не телесные. Ну, например, вера. Что это? Это одно из качеств души. Надежда – одно из качеств души. Терпение – так же, любовь – так же, смирение. И прочая скромность. Мы это можем много различных качеств назвать души человеческой, которые также нужно развивать. Потому что если веру не развивать, то она начинает деградировать и совершенно может исчезнуть. А как развивать? К чему сейчас нужно? Мы в Евангелии считаем, что апостолы просили Господа, Господи, укрепи в нас веру. То есть первое – это, конечно же, вера укрепляется самим Господом. Господь закладывает веру. То есть молитвой, да? Через молитву, через просьбу к Богу. Второе – вера без дел мертва. Это апостол Павел говорит. То есть вера укрепляется делами. То есть если я верую, то я должен поступать по своей вере. И если я не поступаю по вере, то я ее тогда уничтожаю. Ну, если взять микроскоп и вместо того, чтобы заниматься этим тонким изучением каких-то микроструктур, взять и гвоздь им забивать. Можно? Можно гвозди забивать, но тогда он потеряет свое предназначение. То есть он сломается. Или компас также можно сломать. Вот так же и здесь. Мы можем сломать эти качества души своим неправедным житием. Веру, надежду, любовь, скромность, терпение, смирение. Это все нам дано Богом в таком как бы зачаточном состоянии. Мы это можем развить. Ну, как младенчик развивает свои телесные возможности, так и мы духовные возможности должны их развивать. Следуя советам Григория Паломы, мы можем свою душу таким путем выстроить и оздоровить. В середине поста для укрепления у нас выносится животворящий крест в центр храма. Это, да, древнейшая такая традиция. Крестное знамение, оно, безусловно, отгоняет бесов. Оно, безусловно, дает нам возможность дышать легче, да, потому что бесы нам перекрывают дыхание духовно, я не о физическом дыхании говорю. То есть они буквально удушают душу человека, который окружен бесами и не дают ему дышать полной грудью духовно. А крестное знамение освобождает человека от нападок бесовских. Поэтому на этой неделе мы выносим крест в воскресенье, и до пятницы он находится посредине храма, и каждый желающий может прийти, приложиться к кресту. Это то оружие, которое сам Господь нам даровал против силы бесовской. И укрепиться через него в нашем монастыре вы можете приложиться к кресту, в котором есть частичка креста Господня и частичка Голгофы. То есть это такое святыние особое. Да, это, получается, будет выноситься в третье воскресенье Великого Поста, то есть четвертая неделя, получается, вся посвящена будет, да? Да. Еще одно воскресенье, и еще один святой вспоминается во время Великого Поста, это Иоанн Лесточник. Иоанн Лесточник также является ярким примером для каждого желающего измениться в лучшую сторону. Он был настоятелем монастыря Святой Великомученицы Екатерины на горе Синай, и те, кто ездили в Шарм-Аль-Шейх или в Хургаду, они могли посетить, там были такие возможности, чтобы на автобусе часа три ехать буквально до этого Великого Места. Это место, где некогда Моисея Пророку Господь даровал на горе Хариф десять заповедей, которые мы до сих пор стараемся и соблюдаем, эти десять заповедей. Так вот, они там были, дадены Моисею. И у подножия этой горы Хариф как раз и был воздвигнут монастырь, четвертый век. Один из императоров иустинян, императоров Римской империи, он построил для этого монастыря стены и основал жительство монашеское, и дал даже им для обслуги бедуинов, которые до сих пор там, их праправнуки живут, также при монастыре, помогая монахам жить и какие-то исполнять обязанности при монастыре. Удивительно, это все сохранилось. В нем есть музей подарков, которые дарили богатые и важные особые этого мира, например, Наполеон там был, или наш Иван Грозный. Множество подарков от многих царей и владык. Также и Магомед ему покровительствовал. Посещая этот монастырь, видим, насколько сложно там жить монахам, потому что это горы, это ущелья, песок, камень. И, в общем-то, единственное, почему там стоит монастырь, потому что под ним источник воды находится, из которой еще Моисей Пророк пил воду, и народ израильский, выйдя из Египта. А рядом с ним, ну как рядом, километрах в четырех, в пяти, есть скит Иоанна Лествичника, где также в ущелье он нашел себе пещерку, образовавшуюся из трех огромных камней. Они друг на друга так легли, что между ними получилась такая вот пещерка. И вот он там проводил свою жизнь в покаянии, и там писал Лествицу. И его жизнь подвижническая, она привела его к святости. И многие поколения, последователи его, научились, читая его труд, Лествицу, вот этому монашескому деланию, деланию внутреннему эсихазму, изменению души своей и приведению ее к Богу. Вот его память вспоминаем. Да, эта книга Лествица, она доступна и каждому из людей, тоже каждый может ознакомиться. Возьмите, почитайте, да, очень много интересного. Те самые ступеньки, которые душа проходит от греховной жизни к праведности, они все им описаны. И человек, желающий начать этот подъем в Царство Небесное, он может прочитать и увидеть, что же ему делать. Получить такую технологию изменения своей души в лучшую сторону. Спасение. Да, Пятое воскресенье посвящено преподобной Марии Египетской. Все те моменты, которые мы сейчас проговаривали о покаянии, о изменении, о переосмыслении и прочее, прочее. Мария Египетская – это просто вот такой пример яркий, как это происходит с человеческим естеством на ее жизненном опыте. То есть она была блудницей, и в 17 лет она ушла в пустыню, жила праведной жизнью там десятилетия. И через эти десятилетия, пройдя пустынно жительство, она поборола все свои страсти и настолько стала близка к Богу, что даже по воде могла перейти Иордан, как по суху. Не вкушая практически никакой пищи, когда она молилась, старец Зосим, один из насельников того монастыря, который ушел также в пустыню молиться, он ее нашел и увидел. Он видел, как в молитве она на метр от земли отрывалась, и это, конечно, удивительные изменения человеческого естества через внутренние делания, через внутренние труды над своей душой. Седмица шестая называется Седмица Вайи. Там уже совсем рядом Пасха. Вайи у нас это вербное воскресенье называется, потому что Вайи – это такая палестинская фраза, которая обозначает пальмовые ветви. Мы помним, как Господь входил в Иерусалим, как его народ израильский встречал воскресенье, Анимаса Анна, Вышних, благословен гряди вами Господня, и пальмовые ветви резали и клали ему по пути, чтобы таким образом удостоверить свое к нему расположение, поклонение. Ну и его, как пророка и как сына Божьего воспринять. Народу израильскому он вошел в Иерусалим и в храм Соломона вошел в этот день. Мы, не имея пальм в нашей российской стороне, мы в этот день приходим в храм также с веточками, но вербы. Единственное, что в этот момент зацветает у нас, это верба, и поэтому это называется у нас вербное воскресенье, которое дает нам также возможность проявить свое поклонение внутреннее Господу, проявить его через вот эти вербочки, осветить их, принести в дом свой, и таким образом порадоваться и самим, и близких своих порадовать через память этого праздника в ход Господне в Иерусалим. Ну и на этом завершается такая часть Великого Поста, потом отдельный период Страстная Седмица, когда уже каждый день проживаются страдания Господа. Мы заканчиваем вербным воскресеньем, праздником, а дальше уже идет каждый день воспоминание каких-либо событий, уже непосредственно перед крестными страданиями, перед тем, что Иуда предал его, перед тем, как Господь был умерщвлен на кресте, положен во гроб и воскрес уже к Пасхе. То есть каждый день из этой недели Страстной мы Страсти Господни читаем Евангелие Страстей Господних, мы читаем все это из Евангелия, мы вспоминаем это в своих молитвах, богослужениях, и таким образом уже полностью подходим к Пасхе с полностью подготовленным внутренним своим миром, чтобы встретиться с Богом уже непосредственно воскресшим. Да, также событий Великим Постом множество, предлагаем прожить их в церкви всем людям, да? Ну вот сколько мы сейчас наговорили всего, и это все мы, так сказать, пробежались, да, буквально за сколько, за час. А это будет происходить в течение многих дней, каждый из этих событий будет разбираться и в молитвах, и в чтениях, в псалмах, и, конечно же, это более глубокое погружение через посещение церкви, поэтому всех приглашаю к этому прикоснуться к величайшему действию для души человеческой. Всем это пойдет на пользу. Пожалуйста, благословение всем нашим телезрителям на Великий Пост, и особенно я знаю, что у нас с химонахиней Иоанн, она, к сожалению, сейчас по состоянию здоровья не может уже, да, на службу бывать, она смотрит нашу передачу, вот ей тоже отдельное благословение. Ну, всем желаю доброго поста, чтобы он прошел легко, и с пользой для души, и с миром на душе. Ну, и, конечно же, Бог всех нас благословит на это дело, не полезное для души. Ну, и, Мать Аня, особое благословение, помощи Божией, несение своих телесных немощей. С Божьей помощью, доживем до Пасхи, все будет хорошо. Благодарю вас, отец Мини, что вы к нам приехали, приезжайте еще. Спасибо, Господи. Да, на сегодня все. До свидания. До свидания.